МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Верик кормит птичек. Ждем, пока они прилетят. Да, бери еще. Ну что, сегодня у меня идет полным ходом уборка вокруг дома. Да и дома кое-что решила прибрать. Надо почаще это все делать, иначе очень некрасиво на территории. Цветочки потихоньку растут. Давайте покажем вам здесь, что посажено на территории. Здесь такая небольшая грядка. И растут ананасы. Уже на каждом прям кусте. Здесь тоже. И здесь. А вот здесь, смотрите, растет джетфрут. Он очень внешне похож на дуриан. Но нет, а это джетфрут. И горы кокосов. Здесь плохо видно, вот так лучше. Привееееет. Привет, красавица. Привет. Красота. И с Эриком у нас идет война полным ходом. Привет. Привет. Я хочу в бассейн. Хочет в бассейн. А ему сказали, скушает всю кашу. Да. Сам. Сам. Да. Нет печенья, мы не будем. Да, не будешь печенья, пока не съешь кашу. Кашу. Кушай. Кушай. Бери ложку. Бери ложку. Перед тобой. Ты сидит как свиняк. Главное, если съесть сам. Да. В садик ходят детки. В садик ходят детки, которые сами кушают. Угу. Так что бери ложку и следующую ложку давай ешь. У него овсяная каша там. Да, вижу. Сейчас вытру. Кушай. Молодец. Молодец. Угу. Работаешь, пожалуйста, и дам. Ложку. Нет, нет. Все. Правильно, возьми ложку. Фу. Мы доведем, а то дело там погиб. Молодец. 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 Нет, не все, ешь все. Пока не съешь, пока не будет пустая тарелка и никакого в бассейне. Я не шучу. Я не знаю, что это было. Не знаю. А, это дверь. Кушай мороженое, сейчас растает. Да. Неправильно. Неправильно. Поменьше кусочек бери. С краешку. Поменьше с краешку. Не середины, а с края. Давай, пробуй. Неправильно. Я большой. Аккуратно. Давай, помогу, смотри. Давай. Помогу тебе. Вот так вот с краешку бери. Вот так вот с краешку. Оп. Ну и вкусно. Писочный человек. А, да. Вкусно тебе. Ха-ха. Оп. И лопай. Давай, давай, давай. Давай. Научишься, не все страшно. Погнули ложку. Вот так. Аккуратно, чем ты его кормишь. Это же мороженое, это же не каша. Нет, он просто сам это сделает так, как ему удобно. Угу. Ты бы видел, как он кашу ел. Аккуратно, как он кашу ел. Аккуратно, как он кашу ел. Молодец. Молодец. Молодец, Супрэн. Еще? Еще кушать, сейчас растает. Много растает. Много растает. Много? А? Много растает. Растает, будет не вкусно. Не вкусно? Конечно. Потому что растает. Оно же мороженое, должно быть холодным. Оно будет теплое. Правильно возьми. Возьми ложку правильно. Барь, свой пальчик сверху. Ну ты же знаешь, что неправильно. Неправильно так. Ну так правильно, да? Ну смотри. Оп. Давай этими пальчиками помогай. Вот, смотри. Аккуратно, не переверни ушко. Кушай, кушай, кушай. Кушай, кушай, кушай. Быстрее. 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 Писки. Пусти в писки. Дай мне салфият го. Кушай, быстрее. Кушай, кушай. Кушай. Скоро, глубоко. И сам себя не уронил. Покажи. В общем, ребят, как вы успели заметить, у нас идёт полная, вообще полным ходом война за еду. За то, чтобы Эрик наконец-то начал кушать сам. И наконец-то в этом вопросе теперь мне помогает Олег. Потому что я для Эрика вообще не авторитет в этом вопросе, сколько я с ним воевала. У меня получалось крайне редко его заставить самого кушать. То есть, ну, вроде срабатывает, но нестабильно. Что? Сейчас отец с ним разговаривает строго-настрого, сажает его сам кушать. Показал теперь папа, как правильно держать ложку, как правильно кушать. Он и так всё прекрасно умеет. Он прекрасно и так всё знает, но заставить его стабильно кушать самого было крайне сложно. В принципе, есть блюдо, которое он кушает сам, например, это сосиски с макаронами. То есть, если ему предлагаешь что-нибудь покушать, например, кашу, молоко с хлопьями, он говорит, нет, давай мне сосиски с макаронами и я буду кушать сам, с удовольствием. Но наша задача заставить его кушать уже не только одно блюдо, а все, что там предложат в садике, уже непонятно. Вот, и пока он ест и то только ложкой, посмотрим ещё, как у нас в руках пойдут дела. Ему ещё нравится такой призубец, слоник, чтобы им накалывать макаронами и кушать. Скоро 4 года в мае, 20 мая, и сейчас он начал прям проявлять свой характер при каждом удобном случае. И такая война уже получается, он смотрит, где бы нас можно прогнуть, в каком месте, скажем так, или каким способом. И способ номер один, который меня больше всего раздражает, это когда он начинает ныть. Он включает просто сирену и начинает ныть. Скажите, пожалуйста, родители, как вы с этим боролись, если вдруг у вас была такая же ситуация? Потому что мне интересно послушать, почитать ваше мнение, потому что у нас всё строго так, не ной, всё. Ты не девочка, ты мальчик, ныть нельзя. Но это же, наверное, не единственный способ. Мне интересно послушать вас, как вы считаете. Субтитры создавал DimaTorzok